Здравствуйте! Перед тем, как представить журнал, а это сдвоенный номер за февраль и март, я хочу вспомнить слова Натали Дмитриевны о журнале, о её детище, которое она пестовала, которому она придавала очень большое значение. Вот смотрите, как она говорит. Журнал идёт параллельно с учением. Журнал — это как пособие, где в более простой форме выражено учение. И стихи, и сказы, и доклады — всё этому служит. Итак, перед нами первая и последняя страница журнала обложки. Радостный цветовой аккорд нас встречает на первой обложке. Это альпийские ирисы Святослава Рериха. И на последней, в полном соответствии с наступившей и долгожданной весной, река Кучерла весной. Это фотопейзаж, которому очень созвучны строки Фёдора Тютчева, стихотворение «Весенние воды». В этом номере, поскольку он сдвоенный, много представлено материалов. Мы осветим его главные темы, в основном так коротко. Итак, конечно, мы не можем обойти стороной в эти месяцы тему «Женского начала». Николай Константинович, статья «Миссия женщины». Какую высокую планку задаёт здесь, ставит Рерих перед женщинами? Высочайшую духовную планку, которую мы должны достичь, подняться духовно и приступить к преображению всей жизни на земле. Вот как он обращается к женщинам. Вы – дочери великой матери мира. Вы зажжёте у каждого очага огонь творящий и ободряющий. Вы скажете детям первое слово о красоте. Вы произнесёте священное слово «культура». Другая важная тема, конечно же, это тема каждого нашего журнала. Здесь она представлена наиболее полно. Это учение живой этики и новые грани его понимания. Слово Наталии Дмитриевны «Учение нового века», произнесённое ею в 1999 году, накануне наступления нового тысячелетия. Здесь Наталья Дмитриевна останавливается на очень важном аспекте. Подробно говорит о том, как удержаться на учении в обыденной жизни, что самое сложное для нас. Далее выборка из писем Елены Ивановны Рерих. Мы назвали её «Великая реальность бытия». Здесь много разных аспектов затронуты Еленой Ивановной, говорящих о трудностях и радостях духовного пути. И каждая строка её писем наполнена, каждое слово наполнено таким огнём, таким воодушевлением, что буквально вливают в нас новые силы каждый раз, когда мы это читаем. Далее фрагменты из новой книги «Искры света», беседы Бориса Николаевича Абрамова с Натальей Дмитриевной, о которой мы уже много рассказывали. Вот фрагменты из этой книги также здесь представлены. И ещё одна наша постоянная рубрика – это «Капли мудрости». Тоже всем наверняка известно. Мы бережно собираем всё, что говорила в своих беседах Наталья Дмитриевна с сотрудниками, что было записано ими. Далее в нашем номере несколько докладов, которые прозвучали. Во-первых, два доклада с прошедших рейриховских чтений. Авторы этих докладов не смогли по объективным причинам присутствовать на чтениях. Я назову их. Это Виктор Трофимёк «Культура духа и пути расширения сознания». Виктор Константинович – преподаватель философии Донецкого национального технического университета. Этот доклад был представлен как стендовый, поэтому он не прозвучал. И второй доклад Лидии Янковской. Лидия Валентиновна – музыкант, композитор, член Союза композиторов России. Живёт она в Ярославле, поэтому темой её доклада была «Музыка в текстах живой этики». Этот доклад прозвучал, но в сокращении. Вот здесь они опубликованы. Ну и несколько наших последних материалов с круглых столов. Это очередная евангельская формула, подготовленная Зинаидой Новичковой. Это доклад Елены Вагиной из Екатеринбурга о Сен-Жермене. И доклад Ирины Серебровой, рассказывающей о жизни и мировоззрении Николая Ивановича Пирогова. Далее короткая заметка о новом празднике, который вот уже семь лет празднуется, однако, в Себро. Это День строителей нового мира. И, кроме того, здесь, в этом номере, много стихотворений. Наши поэты, вдохновлённые учением живой этики, продолжают создавать замечательные стихи. В конце журнала, конечно же, списки наших помощников, без которых не осуществились бы очень многие наши культурные проекты. И, как всегда, примите наши самые сердечные слова благодарности. Субтитры создавал DimaTorzok